здравствуйте дорогие друзья немного поговорим о тех замечательных словах которые читаются нашей недельной главе избери жизнь чтобы жил ну казалось бы большой жизненный урок очевидно если человек выбирает жизнь то он будет жить а если человек выберет не дай бог смерть и он умрет но наша физическая жизнь и смерть это вообще не то о чем говорится в этой недельной главе не то что бог хочет нам сказать здесь о другом мы все знаем что за исключением редких людей которые имеют психические расстройства никто не будет эгитировать активно за самоубийство однако к сожалению все люди совершают духовные эмоциональные самоубийства каждый день все так как говорит бог у нас у всех есть свобода выбора выбрать жизнь или смерть и это в наших руках опять же не физическом смысле сейчас я говорю о духовном эмоциональном с того момента когда утром звонит будильник перед нами встает вопрос выбора жизни или смерти когда засыпая перед этим вечером ты строил план с предельной ясностью что ты проснешься в 7 00 там или в 6 00 сделаешь что-то то-то то-то продолжишь какие-то дела ты все это стал возможно план был готов да вы 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 решили выбрать жизнь это было прекрасно когда будильник зазвонил начинается придумать аргумент на еще пять минут мощный аргумент там а через 15 не пропадет посплю и тогда когда сонный ты переводишь будильник на попозже или попросту его выключаешь ты выбираешь смерть пишу когда желание тела побеждают желание души побеждает смерть а если побеждает душа побеждает жизнь хотя может показаться слишком суровым назвать несколько дополнительных там минут на смертью но это то о чем говорит бог у нас может быть только жизнь если мы делаем правильный выбор души и тела потому что он правильный и несмотря на трудности в отличие от выбора смерти который легкий но в корне неверный дело в том что если вы в это самое утро у нас был рейс давно запланированный там полет на мальдивы ну все сказать и вскочили без постели и без всяких причин выбрать жизнь нет более приятного и более удовлетворяющего чувства чем то что ты испытываешь когда выбираешь правильный путь и чем он сложнее для нас не большую радость приносит результаты даже самые незначительные если вы можете отказаться от второй порции пирога который на самом деле уже в общем наелись вы выбираете жизнь а если вопреки здравому смыслу съедаете его вы выбираете противоположное если вы делаете то что вам сложно например звоните там какому-то с кем давно не разговаривали по причинам как не общались восстанавливать отношения просто решили поблагодарить его за то что он помог вам прошло это выбор жизни а думать только о себе это выбор смерти использовать беговую дорожку которая общение там столько-то стоит или абонемент куда-то там без дела это выбор жизни а продолжать ее применять исключительно как вешалку для одежды выбор смерти делиться временем деньгами там энергией тем кто нуждается расширяя себя как бы таким это выбор жизни пренебрегать этой возможности выбор смерти и так в принципе пишут мудрецы что все что требует усилий и трудно для выполнения но при этом заставляет нас чувствовать удовлетворение это выбор жизни но выбирать смерть намного легче не совершенствоваться не расти не бросать себе вызов обвиняя всех вокруг что все плохо все не так это легко любой может так сделать к сожалению многие так и делают мы продолжаем выбирать смерть на протяжении всего дня мы задаемся вопросом почему мы безжизненно почему недостаточно мотивированы иногда недовольны собой миром не чувствуем что в нашей жизни есть изюминка потому что мы сами на самом деле не живем вместо этого мы выбираем смерть отвлекая себя убивая всего всякими неправильными решениями написали мудрецы особенно в преддверии руша шана использую силу которую вас есть она есть у каждого чтобы сильно это сила твоя сильные стороны твои чтобы начать выбирать жизнь надо понять что бог никогда не давал нам указания не дав способность бороться с телом и позволить душе победить нам всем это дана возможность победить и выбрать жизнь каждый из нас создан для жизни надо сделать правильный выбор и почувствовать себя намного счастливее как сказал всевышний избери жизнь чтобы жил ты надо выбрать жизнь и тогда мы будем знать что такое жизнь всем хорошей жизни прохавы отслаха